Глава 9. Возвращение археолога Глазый предатель. Соседняя кровать скрипнула. Алиса покосилась в ту сторону. Пашка осторожно сел на кровати, спустил босые ноги на пол и на цыпочках пошел к доставке. Алиса даже улыбнулась. Оказывается, людям могут приходить одни и те же мысли. Пашка начал нажимать по очереди все кнопки. Доставка молчала. Алиса не выдержала и хихикнула. Пашка обернулся. Ты не спишь? Нет. Я от голода проснулась и даже подумала. Вдруг доставка заработала. А тут ты встаешь, словно мои мысли угадал. Но гордость не позволяла Паште сознаться, что он, как голодная обезьяна, нажимал кнопки у неработающей машины. Ничего подобного, сказал он. Я думал, а вдруг там записка есть. Тогда открой заслонку и посмотри. Для этого не надо кнопок нажимать. Что я и собираюсь сделать, сказал Пашка и приподнял злослонку. Там ничего не было. Что-то спать хочется, сказал Пашка, подходя к окну. А на улице дождь идет. Еще сутки нам терпеть, сказала Алиса. Если не умрем от голода, то завтра уже будем на борту нашего корабля. Умрем. Не ходи по полу босиком, простудишься, сказала Алиса. Где-то со вчерашнего дня сухарь оставался, сказал Пашка. Неужели я его нечаянно съел? Вчера еще, сказала Алиса. Давай вставать, что ли? Когда она чистила зубы, то услышала, как гремят ходули и шуршат бумажные цветы. Пашка со вздохами превращался в пелодейку. Когда только кончатся мои мучения, ворчал он. Знаешь что, сказал Алиса, я думаю, нам пора поднять скандал. Ни одна пелодейская туристка не допустила бы, чтобы ее кормили сухарями, даже в карантине. Я как раз собирался это сделать, сказал Пашка. И тут же раздался стук ходулей. Пашка шел к двери. Он выбил под двери барабанную дробь, потом повторил ее погромче. Никакого ответа. Эй! Закричал Пашка. Мы есть умрем от голода, а вы виноват. Слушай, заметила Алиса, возвращаясь в комнату. Может, обойдешься без коверкания космолингвы? Ничего подобного. Мне так больше нравится. Эй! Он снова принялся молотить в дверь. Давай мне кусок мяса. Неожиданно дверь растворилась. И Пашка чуть не вылетел в коридор. За дверью стоял М. Не беспокойтесь, сказал он. Меры приняты. Доброе утро. Желаю питать себя, сказала Пелодейка. Усатый пират Дуч вошел в комнату с подносом в руках. Ему непривычно было носить подносы. Бластер мешал. К тому же он зацепился мечом за дверь. Давайте, сказал он не очень любезно. Питайтесь. Он бросил поднос на стол. Кофейник подпрыгнул. Крышка с него слетела и всю комнату наполнил. Вкусный аромат горячего кофе. В месте дымилась каша. А рядом грудой лежали свежие лепешки. Маленький на один зуб. Зато их было много. Давно бы так, сказал Пашка. Ах, что поделаешь, развел лапками. У нас карантин. Некому готовить. Я сам живу в сухомятку. Ну ладно, не буду мешать. Кушайте, отдыхайте. А потом я к вам зайду. У меня для вас есть сюрприз. Интересно, что он придумал, сказал Пашка, наливая в чашку кофе. — Узнаем, — сказала Алиса. Ничего хорошего. Не успели они кончить завтрак, как дверь снова отворилась. На породе появился М. — Вы готовы принять гостя? — спросил он. — Смотря кого, — сказал Пашка. — Вашего лучшего друга. В дверях стоял черный брастак с голубым глазом посреди лба. — Ах, не надо загадок, — сказал он. — Для моей подруги Алисы все брастати на одно лицо. Добро пожаловать, моя подруга. Как поживает твой уважаемый папа, твоя уважаемая мама, твоя уважаемая бабушка? — Я не узнаю вас, — сказала Алиса. — Неужели? Как обидно! Я профессор археологии Р... Который пригласил тебя сюда отведать с крулей. Но, к сожалению, я не смог тебя встретить, потому что вчера лежал в кровати с высокой температурой. — Какой же вы... — Рррр! — неожиданно сказал Пашка. — А что? — обернулся к нему котенок. — Вы разве меня раньше встречали? Что-то не помню. — Здравствуй, Рррр! — воскликнула Алиса. — Прости, что я тебя сразу не узнала. Как я рада тебя видеть! У Пашки глаза на лоб вылезли. Ведь только вчера вечером Рррр убежал весь оклеенный пластырем. — Ну вот и отлично! — сказал Рррр, вскативая на кресло. — Значит, у тебя дома все в порядке. — Все в порядке! — сказала Алиса. — А как твои дела? — Мои дети уже подросли. Они лежат в карантине. Как долетела? — Ничего долетела! — сказала Алиса. Правда, пришлось лететь не прямо с земли, а сделать пересадку на Абрадабри. Не было прямого корабля. — Ну и чепуху она несет! — подумал Пашка. — Какая еще Абрадабра! И тут же он сообразил. — Какой я дурак! Она же его испытывает! Это не настоящий Ррр! — Значит, ты давно уже вылетела из дому? — спросил лже Рррр. — Пять дней назад. — А какая была погода? — Погода была отличная! — сказала Алиса. — Шел дождь с грибами. — Помнишь, как мы с тобой встретились на Паталипутре? — Конечно! — обрадовался Лжерр. — Как же не помнить! И катались там со снежных гор. — Замечательно катались! — воскликнул Лжерр. — Разумеется! — сказал про себя Пашка. — Мы еще в школе учили, что на Паталипутре тропический климат, даже на полюсах. — И какие у тебя дальнейшие планы, мой друг? — Рррр! — спросила Алиса. — У меня очень скромные планы! — сказал он. — Я хочу тебя порадовать. Я решил составить тебе компанию и полететь с тобой на землю. — Как хорошо! А зачем же ты полетишь на землю? — На научный конгресс по археологии. — Разумеется! Там будет конгресс. — Кстати, скажи мне, мой друг, какие у тебя последние открытия? — Замечательные открытия! — сказал Лжерр. — Что? Новые архары и архаровцы? — серьезно спросила Алиса. — Кто? — удивился Лжерр. — Ведь археология занимается архарами и архаровцами. — Ах, да, конечно! — сказал Ррр. У него появились какие-то сомнения. Пашка подумал, что Алиса увлеклась и переигрывает. — Я нашел много этих археоаровцев. — М-кошлянул, как бы предупреждая своего спутника, чтобы тот был осторожнее. — А что, Алиса? — спросил Лжерр. — Не кажется ли тебе, что я немного изменился? — Что? — начала была Алиса. Но тут все услышали, что в доставке что-то зашуршало. — Ты тот же самый, мой любимый, мой драгоценный спутник. — Грррр! — громко сказал Алиса. — Что там? — спросил М, глядя на доставку. — Ничего, — сказала Алиса. — Наверное, проверяют систему. — Некому проверять, — вмешался Лжерр. — А ну-ка, взгляни, живо! — Какой есть странный профессор на археологии, — сказал Пашка. — Командует, как генерал. — Ничего удивительного, — ответил М, — мы все уважаем профессора археологии. Алиса не успела задержать его, как он приоткрыл заслонку и выхватил оттуда записку. — Отдайте! — крикнула Алиса. — Это мне! М соскочил на пол и в два прыжка оказался у двери. — Я в этом не сомневаюсь, — сказал он. — И даже могу прочесть ее вслух. Здесь написано. — Дорогая Алиса, все в порядке. Добрался до своих. Чувствую себя лучше. Жди вестей. Твой Р. Наступила тишина. В приоткрытую дверь заглянул пират с пластером в руке. — Значит, комедию разыгрывала, — сказал Лжерр. Издевалась над археологом. Притворялась презренная землянка. — Я не есть. — Понимай! — воскликнул Пашка. — Зачем вы обвиняй мой соседка? — А вы бы, госпожа, помолчали. По недомыслию или по злому умыслу вы не донесли, что ваша соседка встречается здесь с врагами. — То есть, с заразными элементами, — поправил его М. — Неважно, как называть. Главное встречается и укрывает. — Учтите, это вам даром не пройдет. — Я не видел никакой элемент, — сказал Пашка. Лжерр повернулся и быстро побежал к двери. За ним М с запиской в лапке. Дверь захлопнулась. — Ну, попались, — сказал Пашка. — И надо было тебе над ним издеваться. Сама всегда меня ругаешь. Я должна была проверить, настоящий он или поддельный. — Ну, проверила, и хватит. — Потом я увлеклась, — созналась Алиса. — Что же теперь делать? — Погоди, — сказала Алиса. Она на цыпочках подбежала к двери, приложила ухо к замочной скважине. Потом поманила Пашку. Слышно было, как в коридоре разговаривает. — Значит, вы считаете, господин Крыс, что землянку надо убрать? — Да, спрячьте ее как следует. Она опасна. Я думаю, что она обо всем догадалась. — А что делать со второй? — Вторая наша надежда. Она так глупа, что до сих пор ничего не подозревает. Когда землянку уберут, мы постараемся ее обработать. Я предлагаю следующий план. Они отошли от двери, и больше ничего не было слышно. — Пашка, ты понял? — быстро сказала Алиса. — Сейчас они меня заберут и спрячут. — Я им не позволю. Лучше погибну, чем отдам тебя врагам. — Сейчас некогда говорить красивые слова. Они думают, что ты глупая туристка. Не разубеждай их. Все зависит от твоего актерского таланта. Помни, ты — пилодейка. Твою родная дочка — хранителя государственной корзинки. Как только вернешься на корабль, организуешь спасение. Алиса протянула ему руку. И вовремя. Не успела она отойти, как дверь распахнулась, и в комнату вошли два черных пирата. — Девчонка, следуй за нами, — сказал один из них. — Как так? — сказал Пашка. — А я? — А насчет тебя указаний не было. Сиди и жди. Пашка с трудом сдержался, чтобы не броситься Алисы на выручку. Но Алиса успела так посмотреть на него, что он спохватился. Дверь закрылась, и Пашка остался один. Один против всех пиратов галактики. КОНЕЦ